Только что компания Honor представила свои первые смартфоны с Google сервисами, бомбическим дизайном, на базе процессоров Qualcomm и Mediatek, экранами 120 Гц, камерами 108 Мп и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. Нужно время, чтобы разобраться. Есть несколько нюансов, которые многих могут отпугнуть перед покупкой, включая большую стоимость. Во-первых, Google сервисы на этих моделях появятся через год, об этом подробно в отдельном ролике. Google сервисы будут только в глобальных моделях, никакой Harmony OS в официалке не будет. Все модели получили основной датчик на 108 Мп и одинаковый дизайн блока основной камеры. Но чем дороже модель, тем больше там вспомогательных, ну или так скажем бесполезных датчиков на 2 Мп. Безусловным минусом стало отсутствие телефотообъектива. Приближать что-то в кадре мы будем только кропом. Honor 50 и 50 Pro работают на базе нового Snapdragon 778G, а упрощённая модель SE на базе нового процессора MediaTek Dimensity 900. Модели на снапе поддерживают технологии GPX Turbo X и Link Turbo. До этого они реализовывались только на Kirin'ах. Pro модель получила изогнутый, к сожалению, AMOLED-экран размером 6.72 дюйма, с частотой дискретизации сенсорного слоя 300 Гц и динамическую частоту обновления изображения 120 Гц, которая, как заявляет производитель, продлевает срок службы батареи. В экране всё ещё остались два датчика селфи-камеры, основной на 32 Мп, а второй на 12. Honor 50 получил экран с чуть меньшим размером 6.57 дюймов, но с аналогичными характеристиками, он также изогнут. Но там уже установлена одна селфи-камера в экране посередине. Это 32 Мп датчик. Оба смартфона получили основной 108 Мп датчик, это мы выяснили, он находится в верхнем кольце, а в нижнем натыкано несколько мелких. Тут есть 8 Мп ультраширик, 2 Мп макро и 2 Мп вспомогательный. На мой взгляд это слабовато для флагманов текущего года, но и выглядит это конечно же спорно. Из фишек смартфоны умеют писать на все камеры в режиме блога. Из коробки смартфоны работают на базе Android 11 и Magic UI 4.2. Новый снаб, судя по бенчам, чуть-чуть не дотягивает до Snapdragon 780. Смартфоны не получили слот для карт microSD. Базовый Honor 50 с памятью 828 оценен в Китае в 422 доллара, а Pro модель в 570-80 с таким же объемом памяти. Honor 50 Pro получил аккумулятор емкостью 4000 мАч, который можно зарядить по проводу 100-ваттной зарядкой. А Honor 50 получил аккумулятор чуть большей емкости, 4300 мАч. А зарядка тут тоже проводная, но уже 66-ваттная. Старшие модели получили два необычных цвета, которые все еще глянцевые, а не матовые, как у других производителей. А вот Honor 50 SE многим понравится больше, как минимум из-за плоского экрана, хотя объектив на смартфон очень сильно завышен в цене. Тут установлена матрица IPS. Учитывая, что это Honor, именно эта компания никогда особо не гналась за трендами, как у Huawei, но время идет. И даже в среднем сегменте давно стоят AMOLED-экраны. Экран Honor 50 SE размером 6,78 дюймов, он тоже со 120 Гц и одной селфи-камерой на 16 Мп. В основной камере, кроме 108-мегапиксельного датчика, есть 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный макродатчик. Из коробки тут также установлен Android 11 и Magic UI 4.2. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. А установленный процессор Mediatek Dimensity 900 особо не расстраивает результатами тестов, ну и сильно не вытягивает картину. Базовая версия смартфона 8128 стоит в Китае 375 долларов. Это дорого, учитывая, что нет NFC, как я понимаю.